Усадьба Аигина Усадьба Подмосковья Усадьба Подмосковья губернатора Московской области Андрея Воробьева еще в ноябре 2013 года. По условиям программы победитель торгов инвестиционная группа компания АСГ Алексея Семина в течение 7 лет должна восстановить объект культурного наследия. После сдачи в эксплуатацию льготная арендная плата составит 1 рубль за 1 квадратный метр помещений. Подробности проекта у Петра Кузнецова и Евгения Ромашихина. Обход экспертной комиссии Министерства культуры Московской области усадьбы Аигина в селе Талицы Пушкинского района превратился в увлекательную экскурсию, организованную представителями инвестиционной группы компанией АСГ, выигравшей тендер по программе губернатора Московской области усадьбы Подмосковья. Во многих заваленных помещениях при расчистке мы находили какие-то интересные элементы, которые подтверждали назначение комнат. Например, на втором этаже мы нашли в маленькой комнатке напольное покрытие мозаичное в технике террацию. И, конечно же, это помещение было не что иным, как чайные комнаты, где можно было выйти на балкончик и попить чаю. Но сейчас это не балкон, а именно закрытое помещение, поэтому нас смутило это. Интересно, что в ходе рекордных трехдневных торгов за право реставрации и аренды усадьбы ставка арендной платы выросла со 159 тысяч рублей до 2,5 миллионов. И победитель инвесткомпания АСГ родом из Казани уверенно опередила наших московских инвесторов. Пришли семь участников, весь мне память не изменяет. Стартовая цена поднималась в течение первых двух-трех часов где-то вдвое или втрое. На этом этапе отсеялись пять участников. Ну, это естественно. То есть это было сделано там достаточно нескольких десятков шагов. То есть это все достаточно было напряженно. А потом два дня велся торг между двумя участниками, в результате которого цена поднялась, если мне не изменяет память, в 20 раз. Инвестиционная группа не новичок в деле восстановления объектов культуры и работают здесь по-настоящему увлеченные люди. К историческому зданию будет примыкать туристический комплекс, который наверняка станет гордостью Пушкинского района. Столько уникальных задумок, оригинальных решений здесь предусмотрено. Наше концептуальное предложение в отношении этой усадьбы заключается в том, чтобы объединить всю эту территорию. Все эти фруктовые сады, которые сейчас не используются и погибают. Объединить вот эту сельхозяйственную территорию и развить здесь точку по, скажем так, туристическую зону по развитию агротуризма в Пушкинском районе. На наш взгляд это позволит получить дополнительные рабочие места, потому что если говорить о сельском хозяйстве, то, естественно, самостоятельно, своими силами мы с этой задачей не справимся и будем привлекать местных жителей. Вместо отведенных 7 лет на восстановление, АСГ планирует уложиться в полтора года. И это несмотря на непредвиденные работы, обязательно возникающие на подобных проектах. Очень приятно удивлены вообще в целом атмосферой чиновничества в Московской области. Все-таки не зря говорят, что все начинается с головы. Вот начиная с самого аукциона, где мы не встретили никакого противодействия. То есть нас не знали, нас как бы не ждали. Ну, вернее, ждали теоретически, но не нас, а тех, кто, соответственно, может прийти. В декабре, январь, февраль, март и вот апрель мы видели здесь каждодневную работу. Здесь не просто время от времени приходили. И мы видим, вот в частности я вчера здесь обошла, посмотрела. Это не просто чего-то там разровнять, где-то чего-то сравнять, каким-то образом потратить не такое большое количество средств, но создать вид, что тут кто-то что-то делает. То есть делается все фундаментально и капитально. Вот это вот меня очень радует. Стоять в пробке – дело нелегкое, и водители переносят это по-разному. Все же находятся те, кому, как говорится, закон не писан. Для них главное быть первым, а на других просто наплевать. Вот и выезжают такие водители на обочину, чтобы пробку объехать и поток обогнать, грубо нарушая при этом правила дорожного движения. Лето, жара, обительные ожидания пробки полугода могут вывести из-за границы. Тем более, что совсем рядом устраивая удобная обочина. И вдруг мимо по обочине пронесется автомобиль второй, третий, только сама поворачиваешь лодку вправо, и уже едешь по обочине. И слева великое стоящее авто в бесконечной пробке. И все же делать такого не стоит. Добрый день. Третье батальона. Спилет Адеминов. Нарушили правила дорожного движения. В частности, пункт 9.9. Правила дорожного движения. Движение по обочине у нас запрещено. Движение по обочине может стать причиной тяжелых аварий. Недаром это нарушение квалифицируется как грубое. И ответственность за него более суровая. За подобное нарушение правил предусмотрен штраф в размере полторы тысячи рублей. Ежедневно сотрудниками третьего батальона ДПС проводится профилактическая работа, направленная на пресечение грубых нарушений ПДД. К тому пример сегодняшнего нашего оперативно-профилактического мероприятия – обочина. Сегодня нашими инструкторами ДПС проводится работа по пресечению, выезд на асфальтированную обочину транспортными средствами. Это является грубыми нарушениями, так как выезд на обочину может привести к серьезным авариям. Обочина предназначена для экстренной аварийной остановки, поэтому любое передвижение по ней сопряжено с экстренным маневрированием, а значит и помехами, двигающимися слева транспорту. К тому же при перестроении обратно в поток нарушитель останавливает идущие автомобили, чем удлиняет пробку. Уважаемые автолюбители, будьте взаимовежливы, аккуратны на дороге, не выезжайте на полосу обочину, на полосу встречного движения, уступайте пешеходам дорогой, возможно, на наших дорогах будет безопаснее, благодаря вам. Вежливость на дороге – самое лучшее средство предотвращения любого дорожно-транспортного происшествия. В который раз алкоголь приносит горе и тем, кто его употребляет, и окружающим. Так, на днях водитель автомобиля ВАЗ-2109, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом. С места события Евгений Ромашихин. И вновь трагедия. 17 мая экскурсионный автобус «Неоплан», следовавший с туристами в Ярославль на 13-м километре автодороги А107 Ярославско-Нижегородского направления на территорию Пушкинского района, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса резко взял вправо, отчего автобус прокинулся в крювет. Предварительной причиной столкновения стал выезд автомобиля ВАЗ на полосу встречного движения. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек с травмами различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Сейчас по этому делу ведется разбирательство. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ был в нетрезвом состоянии, превысил скорость и не справился с управлением. В результате происшествия с обоих сторон дороги выстроились длинные пробки, что вызвало немало нареканий в адрес работников ДПС и спасателей. После прибытия спецтехники автобус вытащили из кювета и установили движение. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вернемся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Все для проведения ремонта и строительства. Дома и на даче. И по доступным ценам. Строительная компания Эрон. Теперь совсем рядом. Город Пушкино, новая деревня, улица Институтская, дом 27. Широкий ассортимент межкомнатных дверей. Металлические входные двери на любой вкус. И совсем недорого. Любые виды напольных покрытий. Ламинат, линолеум, ковролин, паркетная доска, пробковое покрытие. Все это рядом и превосходного качества. Ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат. Институтская, 27. Краски, колеры, электрическая и сантехническая фурнитура. Услуги демофонизации. Сухие смеси. Гипсокартон. Огромный выбор всевозможного инструмента и крепежа. Все для малярных, штукатурных работ. Садовый инвентарь. Институтская, 27. Мы работаем с 9 до 19 часов. Без выходных и перерывов на обед. Если у вас ремонт или строительство. За 15 лет работы туристическое агентство «Выбор» стало первым и лучшим в городе Пушкино и районе. Мы поможем вам оказаться в любой точке мира. Соотношение цены и качества, а также безопасность гарантированы. Каждые выходные из Пушкино вы можете отправиться в увлекательную экскурсию. Сделайте правильный выбор. И вы не пожалеете. Стрелковый клуб «Таргет» представляет Школа безопасного обращения с оружием в Королеве. Пройдите обучающий курс, сдайте экзамены и получите свидетельства для оформления лицензии на покупку оружия и скидку на покупку оружия в магазине «Следопыт». Вас также ждут детские группы для занятий стрелковым спортом, занятия с опытным тренером-инструктором, возможность потренироваться в стрельбе из личного или клубного оружия в 15-метровом тире. Клуб «Таргет.ру». Подать объявление в бегущую строку нашего телеканала теперь можно, не выходя из дома. Заходи на сайт телеблок.ру, пиши текст своего объявления и оплачивай его прямо на сайте. С помощью сервиса телеблок.ру операция займет всего несколько минут. Продолжение следует... Собрался строить? Пиши телефон. Город Пушкино. Экобетон. Уже который год подряд, 18 мая, Международный день музеев предваряет Ночь музеев, когда все желающие могут бесплатно посетить музеи, работающие практически до полуночи. А в Ивантеевке в этом году на базе Крывечевского музея решили обсудить вопросы развития туристического пространства в городе. Что еще удивило жителей Ивантеевки Ночью в музее, расскажут наши коллеги с Ивантеевского телевидения. Полуношников, решивших провести свое время в музее, встречают словами «Вы лучшие люди Ивантеевки». Лучшие люди осматривают экспонаты, знакомятся с неизвестными страницами жизни Горбунова и удивляются фотографиям старой Ивантеевки. Мы сегодня в Ночь музеев хотим вам показать те экспонаты, которые у нас лежат, очень интересные, только у нас. Они лежат в фондах. Вот, например, печать фабриканта Лыжина с оттиском. Я сделала оттиск специально, потому что на печати не очень видно. Вот такая печать, это и пользовались. Да, на фабрике. Может быть, такие более, такие большие какие-то документы пропечатывали. Была еще и маленькая печать. Вот, это, например, вот экспонат очень интересный. А вот тут увидела фотографию гастронома. Даже фотографировала на мобильной, народу показать. Пустая площадь абсолютно. И вот он, наш старый гастроном, на месте которого Гагарин стоит сейчас. Удивились. Прослезилась. Эта акция «Ночь в музее» проходит в Ивантеевке впервые. Россия к ней подключилась в 2002 году. А придумали культурно полуношничать в Берлине в 1997 году. И вдруг наш маленький, удивительно уютный музей решил присоединиться к этой акции. Это прекрасно, Иван. Вам действительно, наверное, от всех нас большая признательность. Потому что пришли люди неравнодушные. Пришли люди те, которые любят и уважают свой город. Ивантеевский краеведческий музей – это 19 тысяч экспонатов основного фонда и 17 тысяч вспомогательного. По количеству фондовых единиц наш музей лидирует в Подмосковье. Инвентарные книги исключительно в рукописном варианте. Хранятся вечно. Каждый год наш музей посещают более 8 тысяч человек. На экскурсии приходит много школьников. Они соприкасаются здесь с самой историей родины. Мы не навязчивы, очень деликатно пытаемся объяснить. Например, я очень часто объясняю, почему нельзя убивать лягушек. Что они нас буквально спасают от многих инфекций. И благодаря им у нас нет таких заболеваний, как малярия и другие страшные инфекции. Они вдруг говорят, что это Вова убивал. Я не буду, я больше не буду. Поэтому к любому ребенку можно найти подход. И я, честно говоря, люблю работать с детьми. Я счастлива, когда от нас дети, взрослые, пожилые люди уходят в прекрасную справедливость. В нашем музее бывали и внучка Рокфеллера, и бельгийский космонавт, и делегации из-за рубежа, в частности Германии и Финляндии. Сегодня полуношникам предлагают окунуться в прошлое. Вместе с песнями Булата Акуджавы, исполнители Объединений Союз Творческих Сил и Грильбарт. На красном своем у тебя петь для меня моя дали. Черно-белом своем преклоню перед нею плаву. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Куча романтических людей, наверное, некуда себя по вечерам девать, если душа просит чего-то возвышенного, помимо алкоголя, который запрещен с 9 вечера. И, ну, не все же на лавочках сидеть, непогода. Я думаю, что это будет иметь продолжение, и это имеет будущее. Спасибо городу за такое начинание. Фурор произвел и бурятский поэт, приглашенный Борисом Подберезиным. Сын взрослый, мать дорогу провожал. И, кажется, в душе молился Богу. Он волновался за ее дорогу сильней, чем если он бы уезжал. А на весь век жила в своем селе, Лишь по картинкам самолеты зная, И как село, такая земная, Всю жизнь, как небо, Кладилась земле. Всего ночью в Ивантеевском музее побывали более 70 жителей нашего города. Мы ездили в Москву, там проводились обычно дни открытых музеев. А ночью не были никогда. И решили посетить наш музей именно ночью. Впечатления как? Я бы сказала, не хуже, чем в Москве. И очень приятная программа. Проводятся и песни, и концерты. Например, я увидела картину нашей фабрики, Которая еще очень старая-старая. И владельцев ее бывших. И мне поразило, как люди раньше жили и работали. В каких условиях. Как время изменилось. И наш город полностью модернизировался. Мне очень понравились тарелки. Вот даже подойти, посмотри, там 28-33, 5-летка. И символы того времени. Например, нарисовано очень интересно. Очень мне понравилось. Супница, потом телевизоры. Нам объяснили, что вот этот телевизор. Мы сначала не поняли, как он работает. Туда надо было какой-то раствор наливать с маслом. В эту линзу. И увеличивалось изображение. Мне это интересно. Никогда не видели. Да, никогда. В этом году ночь в музее в целом по России признали самой массовой. Только в Московской области в ней приняли участие 31 краеведческий и 20 государственных музеев. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости города. Для кого-то спорт – образ жизни. А для других – просто модное течение, связанное с Олимпиадой. Но спорт – это не просто желание быть здоровым, а и стремление быть лучшим. На этот раз, чтобы выяснить, кто лучше играет в футбол, на поле в Красноармейске вышли две женские футбольные команды – «Россияночка» и «Зоркий». О ходе матча расскажем далее. 18 мая на футбольном стадионе спорткомплекса «Красноармейский» прошла игра, участниками которой были футбольные команды «Россиянка» и «Зоркий». Несмотря на необычайную жару, женские футбольные команды вышли на поле, чтобы узнать, у кого лучше нападающий и в чьих воротах по-настоящему профессиональный голкипер. В самом начале встречи на стадионе появилась команда чурлидеров, задача которой была настроить игроков на хороший, зрелищный матч. Трибуны заполнились фанатами обеих футбольных команд. Они подготовили речевки и даже принесли барабаны. Стоит отметить, что во время матча эти же барабаны буквально горели от ударов и переживаний болельщиков за свои команды. К концу первого тайма футбольная команда «Зоркий» выигрывала со счетом 1-0. В перерыве, пока девушек настраивали на игру тренера, с теми, кто пришел посмотреть матч, была проведена игра «Лото». Кому улыбнулась удача, тем были розданы футболки и кепки от спорткомплекса, принимающего гостей. Как только начался второй тайм, тут же стало понятно, что футбольная команда «Россиянка» не собирается так просто отдавать победу. Игра закончилась со счетом 1-1. Ничья. Алексей Суходольский специально для телеканала «Твой Пушкинский». 19 мая в Доме культуры Пушкина в завершении учебного года состоялся отчетный концерт воспитанников Центра детского творчества. Полную версию этого прекрасного мероприятия смотрите в эфире телеканала «Твой». Дорогие телезрители, для всех поклонников спорта приятная новость от нашего телеканала. Теперь у вас есть замечательная возможность смотреть мероприятия, проходящие в спорткомплексе «Красноармейск» в прямом эфире на сайте YouTube и также на сайте телеканала www.3w2.tv. Первый тестовый эфир с прямой трансляцией матча «Россияночка Зоркий» на сайте наши технические специалисты провели 18 мая. Следующий матч – 31 мая. Следите за анонсами на телеканале, а также на нашем сайте www.3w2.tv. Что ж, это были все новости на сегодня. Что будет дальше, покажет программа «Время новостей». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Анчукова. Оставайтесь с нами на телеканале «Твой». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова